Когда мы размышляем об иудаизме, мы не просто представляем себе одну целостную веру, которая одинакова во всех отношениях. Точно так же, как внутри христианства есть католики, православные и протестанты, а внутри протестантизма есть евангельские христиане, пятидесятники, харизматы и все эти различные группы и подгруппы. Так же и с иудаизмом, как в древние времена, так и сейчас. Сегодня три основные ветви иудаизма — это ортодоксальный, консервативный, то есть более консервативный в моральном плане, и так ортодоксальный, консервативный и реформистский. Еще левее реформистского иудаизма — реконструктивистский, а правее ортодоксального — ультраортодоксальный иудаизм, частью которого является хасидизм. Итак, у нас есть эти различные группы и течения, но в древние времена, в одни Иисуса, апостолов, было три основных группы. Посмотрите, что Павел говорит в 23 главе книги Деяний. «Узнав же, Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая — фарисеев, возгласил в Синедрионе, мужи — братья, я фарисей, сын фарисея, за отчаяние воскресенья мертвых меня судят». Когда же он сказал это, произошла расприя между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Итак, он знал различия. Саддукеи придерживались только пятикнижия Моисеева. Они не верили в будущее воскресенья из мертвых. Они основывались на храме. Фарисеи считали, что у них есть устные традиции, которые передавались из поколения в поколение, и, как они утверждают, берут свое начало от самого Моисея. Они хотели, чтобы все евреи жили в ритуальной чистоте, и они основали синагоги в различных регионах. Они были теми, кто выжил. Сегодняшние ортодоксальные евреи могут напрямую проследить свою историю до фарисеев. И, наконец, есей, кумран, свитки Мертвого моря, они отделились от других групп и жили по-монашески.